Когда я обращалась к полицейским, что если вы требуете с меня средства индивидуальной защиты, вы тогда предоставьте их мне. Они мне сказали, так пойдите, Наталья Васильевна, и купите их в аптеке. Я говорю, ты служил в армии? Он говорит, да, я служил. Я говорю, ты знаешь, что такое средства индивидуальной защиты? Он говорит, да, знаю. А я могу их купить в аптеке? Он говорит, нет. А куда ты, говорю, меня отправляешь? Ну вы же можете просто одеть маску? Я говорю, так эта маска что, средства индивидуальной защиты? Нет. и опять группы приходим на круги своя зачем тогда эта маска если она не не дает защиту ну так полагается а второй парень который более-менее такое лояльный он год ну поймите я же выполняю свои как бы вот ну я же на рабочем месте я же не хочу работу потерять вот единственный честно мне сказал как бы виновата что там у него семья ипотека и все остальное остальные полицейские вот эти вот которые стремятся сделать карьеру которые хотят быть не знаю кем они хотят быть выслужиться хотят да поэтому вот то что сейчас происходит на сегодняшний день и вот значит это было предварительное заседание когда меня удалили значит адвокат мне не сказал о том что заседание оказывается закрытая что никто не может присутствовать узнала я об этом только 18 ноября когда попросила предоставить мне протокол аудио протокол чтобы сравнить с протоколом бумажного носителя он мне тогда сказал что заседание закрытое и по закону они не имеют права делать аудио протоколы я говорю какое основание вообще-то говорю закрытое заседание бывает там когда проституция когда государственные какие-то тайны несовершеннолетние либо какие-то там извращения сексуальные а здесь говорю какая причина говорю я с ходатайством не выходила на прокурор и на суд для того чтобы было заседание закрыто а он говорит но прокурор посчитал ваше здоровье как бы вот чтобы не давать огласку он посчитал что нужно его закрыть я спросила говорю а с чем это связано то что так я вызываю какое-то опасение то окружающим людям ну как вы как бы вот жалуетесь много говорите что вы как бы гражданка ссср я говорю но по праву рождения так и есть у меня свидетельство о рождении с фсср сср ну вот как бы он так вот засомневался как бы вот в ваших же интересах чтобы она была закрыта я говорю а почему вы не опротестовали почему не поставили меня в известность где постановление о том что заседание закрыто ну там в деле сказал он то есть защитник он вообще никак не хотел меня защищать в том плане что он говорил я только могу присутствовать на заседании меня как бы вот назначили для того чтобы только был на суде и вот на суде значит я сделала отвод быковой наталья игоревны то что я полностью не доверяю суду что на предварительном заседании она значит меня выгнала и как бы предвзято ко мне относится и мстит мне а значит прочитала ей о том что я вот эти вот требования которые предоставить мне свои полномочия что отказалась она и там прочитал ей на четырех листах то есть она все это игнорировала она буквально написала там в отводе 23 предложения каких-то таких абсурдных что я ее назвала значит женщина в серой мантии или в черной мантии что предвзято относится что-то там еще какие-то общие фразы игра почему не в полном объеме отразили то что я вам зачитала и как бы передала она год я посчитала то что я посчитала нужным я про это но написала можете обжаловать после приговора то что вот как бы вам и после этого встает прокурор и начинает зачитывать ходатайство о том что меня нужно отправить на судебно-психологическую экспертизу она говорила очень тихо потому что все в масках ничего не слышно они говорят очень быстро и тихо я вот только единственное поняла что значит у них вызывает опасение что у меня есть скрытые заболевания которые как бы вот надо выяснить после этого судья спросила вы согласны я говорю зачем вы что хотите меня признать недееспособный она говорит ну почему как бы это может повлиять на приговор но естественно мне после всего этого я расстроилась голова заболела как бы закружилась слабости я и говорю вы знаете я очень плохо чувствую давайте отложим заседание это надо принять решение как-то обдумать мне я сейчас не готова ответить вам на этот вопрос они переносят на другой день и на два часа я на другой день иду в больницу значит мне назначают лечение я даю телефонограмму о том что я не буду присутствовать потому что мне очень плохо справку могу предоставить они значит перекладывают на 12 число 12 числа я тоже не иду звоню им чтобы они отложили на о нет не 12 19 19 чтобы они отложили на 10 дней так как я на амбулаторном лечении светлана выскочил опять да и и нет мы здесь и после этого значит что они откладывают на 8 декабря то есть судья как бы заинтересована как я поняла там у них все совместно то есть там нет никакого правосудия правосудия там все предрешено и мне до этого еще малашкин говорил что наталья васильевна все такие дела по 318 они все на контроле в области и что как бы все предрешено что наказание будет что но может быть условно может быть штраф но как бы но будет но будет то есть они меня уже готовили загодя психически давили всячески вводили в чувство вины что я поступила неправильно что против системы идти нельзя что все уже предрешено но одним словом они продолжают дальше давить гнобить заставлять терроризировать то есть идет конкретный геноцид спасибо наталья да вы закончили как бы вот вашу историю как бы вот да если там что-то может быть забыла пропустила сейчас конечно же хочется попросить вот ирина рафаэль антон до выскажитесь пожалуйста прокомментируйте чтобы наталья понимала как и действовать правильно ли она поступила были ли законными действия сотрудников полиции ну и так далее вот кто что может сказать подсказать и не только для нато для всех остальных кто попал в подобной ситуации пожалуйста антон я хочу задать уточняющие вопросы то есть вот и целый час рассказывала я тут записал значит смотри кондуктор любовь владимировна полицейские там приехал участковый тканьков потом полиция приехала фамилиями отчества полиции запомнила нет есть их данные добыл лузгин и значит ярослав константиноч который очень такой хамовитый такой нет 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 подожди подожди наталья давай договоримся отвечаешь коротко и ясно не надо мне его описывать какой он какие у него волосы фамилиями отчества все не больше подожди ярослав да смотри я говорю про тех полицейских которые тебя изначально 13 августа примерно там ну не знаю сколько времени ты назвала в общем в автобусе приехали вы ты сказала вызвали полицейских их фамилия имена отчества звания нагрудный знак удалось записать нет да где-то я записала надо мне просто это эти данные отыскать коньков александр николаевич это участковый намоченный капитан полиции это это я записал смотри дальше когда он на следующий день пришел в автобус и ты начала ну там хвататься за кресло я так понял он ты его укусила из-за того что он начал заламывать и руки правильно да пальцы пальцы ломать он начал отгибать мне ломать какие именно пальцы средний покажи пожалуйста указательные среднего ну да он по одному начали отгибать боль была какая нестерпимая про пронизывающая резкая то есть ты его укусила не из-за того что он начал применять физическую силу от боли правильно инстинктивно это 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 и естественно это моя была защита во первых он меня за тело хватал за грудь хватал за солнечное сплетение то есть у меня сдавливал он мне боль приносил ясно ясно покороче пожалуйста он физически был развит то есть накачанный ну мужчина молодой 38 лет то есть никаким другим методом ты не могла ему оказать прекратить данную боль ему говорила прекратите там все остальное я кричала мне больно зачем вы это делаете то есть это я даже как как мне потом женщина сказала ты кричала что помогите то есть вот вот это вот действие я я так понимаю было вынуждено и то есть это инстинктивная рефлексы остановить ту боль которую ты привлечу привлекал это причинял да все ясно так смотри фамилиями отчества водителя полицейского которого он позвал помочь камышов константин дальше не помнишь давать что вот это все надо это надо все потом выяснять я надеюсь ты потом это все поднимешь это важно чтобы не просто их сказать что полицейский беспределит а должна быть фамилиями отчества должно быть желательно звание там нагрудный знак и фотография его если есть возможность их найти их фотографии в интернете ты их лучше знаешь лицо то есть их нужно вот таким образом освещать то есть фамилия имя отчества должность лицо и то есть изображение лица и что конкретно он сделал это очень важно вот этого они боятся это вот как знаешь на доска объявлений перед входом в здание милиция их разыскивает милиция так вот этих вот разыскивает весь народ потому что они по сути совершают против сами сами беспредел совершают в отношении народа хотя должны защищать его таким образом надо их освещать дальше так немножко здесь вот остановиться наталья а была у вас крайняя необходимость вот поступить так как вы поступили вот укусить полицейского была крайняя необходимость в этих действиях то есть как антон спросил вам было нестерпимо больно это было инстинктивная я я не раздумывала но было у вас значит у вас была такая необходимость конечно да мне надо было как-то защитить свою честь свое 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 женское начало и я другого ничего не могла придумать как инстинктивной больно более я даже не знаю я не могу объяснить я это было мгновенно я хочу обратить внимание вот и ваша и всех тех кто может быть попал в такую ситуацию что в кодексе об административных правонарушениях российской федерации есть статья 2.7 называется она крайне необходимость и там написано не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересом в состоянии крайней необходимости то есть для устранения опасности непосредственно угрожающий угрожающий личности и правам данного лица а также охраняемым законом интересов общества и государства и если причиненный вред является менее значительным чем предотвращенный вред то есть есть статья административная 2.7 и в гражданском кодексе вот тем более то есть вы применяли свои использовали вот эти действия свои именно в состоянии крайней необходимости потому что вот не зря он спрашивал вы женщина вы слабее он подготовленный сотрудник экипирован вооружен поэтому все что вы могли сделать чтобы вам ну исключить вот эту боль поступить именно таким образом совершенно инстинктивно потому что вдруг здесь интерпретируете состояние крайней необходимости ну поправьте тогда рафаэль я просто рассуждаю вот исходя из кодекса вы должны понимать что состояние крайней необходимости это ответ на противоправное поведение вы должны исходить из этого абсолютно правильно то есть вы должны сформулировать противоправное поведение другой стороны но она именно заключалась в членовредительстве если человеку вы отламывают выламывают пальцы в противоположном направлении да вот ну вот например я называю судья мразями твари я же не не совершаю противоправные действия в отношении них вот я нахожусь в состоянии крайней необходимости исходя из тех обстоятельств исходя из тех обстоятельств о которых идет вообще речь состояние крайней необходимости может в разной форме проявляться вопрос заключается в том какое вред является больше ведь его в отношении меня в судебном процессе ведь в отношении они или в отношении любого в судебном процессе совершаются преступления также не применять физическое насилие не на ней не обязательно применять физическое насилие также совершают преступления более тяжкие чем физическое насилие. Но так и совершает преступление. Я согласна. Но в данном случае, в ситуации с Натальей, она имела право использовать этот способ своей защиты? Да, совершенно верно. Но только нужно по-другому это все интерпретировать, в состоянии крайней необходимости. Я просто интерпретирую так, буквально, как прописано в статье. Антон, пожалуйста. Антон, пожалуйста. На осознание, на устранение данных препятствий для исполнения данного якобы законного требования. Потом он должен подойти снова, сделать второе предупреждение и тут же предупредить. Если вы и второе требование не выполните, тогда я применю в третий раз уже физическую силу. Вот это все было? Или он сразу начал ломать пальцы? Он сначала ее обхватил за грудную клетку. Подожди, подожди, Рафаэль, ну тебя там не было. Давай выслушим автора. Значит, я слышал, что она говорила. Повторите, Наталья, потому что Антон плохо слушал вас. Предупредил, Наталья, перед тем, как применять, обхватывать вас, давить на солнечное сплечение, заламывать пальцы. Он предупреждал вас? Нет, не предупреждал. Рафаэль, я не помню этого. Он говорил, одевайте маску, либо выходите из автобуса. Вот это я помню четко, он говорил. На что я отказалась. А потом... Нет, именно предупреждение о физической силе. То есть он должен был сказать, если вы сейчас же немедленно не выполните это, то я буду вынужден применить к вам физическую силу. Он говорил такое? Я не помню. Может быть, говорил, не помню. Вот тут возникает вопрос. Подождите, подождите, подождите. Важный момент. Вот тут возникает вопрос. Кто-либо со стороны, или ты, аудио или видео снимали в этот момент? Нет, в автобусе никто не снимал. По крайней мере, никто мне не давал, не говорил. Только на улице. Вот это плохо. Надо всегда все такое подобное снимать на видео. Как минимум записывать аудио. Подождите, пожалуйста. Я хочу выяснить все вопросы. Ну, можете, конечно, останавливать меня, чтобы уточняющие речи вести. Но я хочу пройтись по всей истории именно с уточняющими вопросами. Потому что у меня тут полтора листка этих вопросов. Я хочу их продолжить. Ну, можно, конечно, это... Давайте включайтесь, если есть вопросы. Значит, смотри. По применению физической силы непонятно. Так, водитель ФИО. Так, еще двое полицейских. Так, ты говоришь, попала в полицию, и там был какой-то старший. Ты его фамилия, имя отчества есть его? Максим. Это у меня есть записано. Сейчас я не воспроизведу по памяти. Смотри, я тебе советую описать всю историю. То есть, ты можешь включить вот это видео потом. Я обязательно смонтирую. Ты включаешь видео и записываешь полностью на бумаге всю историю. Со всеми фамилиями, отчествами, званиями, должностями, нагрудными знаками. И вплоть до того, что можешь фотографии повставлять туда же в текст. Если найдешь. Так, дальше. Смотри. Ты говоришь, там пригласили понятых каких-то. Когда первый протокол составляли. Копии протокола тебе выдали по 20.6.1? Ни разу. Мне не выдавали ни одной копии. Ты хоть один протокол подписывала? Я подписывала вот этот за 3 сентября, когда меня затащили в полицейский участок. Я написала не согласна, что там... Ну и написала свое имя, Наталья. Понятые... Фамилиями отчества понятых знаешь? Они паспорта показывали, а адрес прописки называли? Нет. У одного даже не было ни паспорта, ни прописки. Он бомж из Кемерово. Она говорила, Наталья, что даже не было паспорта. И она задала вопрос, как вы установили личность понятого. А ей сказали, что он же его получит скоро. Смотри. От тебя просили и требовали извиниться. Тебе не предлагали встречные извинения сделать. То есть пойти на мировую, чтобы полицейский в первую очередь извинился. За необоснованное применение физической силы. А потом, с твоей стороны, извинения. Нет, никто не предлагал. Когда на первом заседании, предварительном, пришел Коньков и сидел в зале. Мы ждали, значит, начала процесса. Я спросила у защитника, говорю, как насчет примирения. Он говорит, Коньков отказался примиряться. Я говорю, основание. Ну не знаю, вот он, подойдите и спросите. Я зашла, говорю, Александр Николаевич, вы будете, говорю, мириться? Он сказал, нет. Я говорю, почему? Потому что вы себя вели. Он проговорил, что на очной ставке, Наталья Васильевна, вы сидели, улыбались. Нет, чтобы извиниться. А вы себя так вели и сидели, улыбались. Я, конечно, с его слов поняла, что зачем они эту делали ставку. Для того, чтобы я извинилась. Но никто не предлагал. Я говорю, а что мешает вам сейчас нам примириться с вами? Я не хочу. Я говорю, вам руководство не разрешает? Нет, просто я не хочу. Потому что вы что-то там как-то ему, сейчас уже не помню дословно, но что-то ему не понравилось в моем поведении, поэтому он решил со мной не мириться. Но я так думаю, что руководство сверху, потому что я писала жалобы. Наташ, подожди, подожди, подожди. Давай коротко отвечать. Еще много вопросов. Смотри, я тебе просто поясню, как я думаю, мне так кажется. Для чего им нужны были извинения? Если человек извиняется, то он признает вину. Им нужно было извинения только для того, чтобы ты сама добровольно признала свою вину. Только для этого, я так считаю. Так, дальше идем. Справка о побоях. Ты говоришь, пошла в поликлинику и взяла справку. Есть такая справка? У меня в понедельник судмедэкспертизы с областной есть акт. Подожди, я говорю про справку о побоях в больницу ты когда ходила, не судмедэкспертизы. Есть. Вот. Потом ты ходила в судмедэкспертизы. То есть у тебя две справки, правильно, о побоях? Да. Так, ну потом предоставишь. Смотри, дальше. Так, следственный комитет. Фамилия, имя, отчество адвоката. Первый адвокат хорошенького Инга Альбертовна, которую якобы убрали. Еще раз фамилия, имя, отчество. Но на самом деле она присутствует. Подожди, подожди. Я тебя не спрашивал, присутствует она в деле или нет. Я спросил фамилия, имя, отчество. Хорошенькова. Дальше. Инга Альбертовна. Отлично. Так, дальше идем. Статью возбудили, уголовное дело возбудили по статье, так, часть 1, 318, это применение физической силы к представителям власти, правильно? Да. Так, так, так. Фамилия, имя, отчество прокурора, который там участвовал? Калинин Андрей Андреевич, но он на заседании не участвовал, участвовал и помощник. Так, дальше. Тропила Людмила Андреевна. Так, дальше. Фамилия, имя, отчество, судья. Судья везде была один и тот же или разные? На уголовном деле Быкова Наталья Игоревна. Отлично. Так, когда тебе вот эта черная мантия задала вопрос, вы почему без маски, с твоих слов она произнесла твои фамилии, имя, отчество, то есть твои персоны. Она, я так понял, она буквально сказала, вы почему без маски, Наталья Васильевна. Так она обратилась? Ну, она говорит, Наталья Васильевна, почему без маски, да? Она обратилась по имени-отчеству, она обратилась к персоне, и ты за персону ответила. В этом моя ошибка, да? Да. Ну, это тема живых, это отдельно можем поговорить. Дальше. А чтобы это изменило, допустим, чтобы это изменило, если бы она ответила что-нибудь другое? Нет, это тема для помещения психиатрических стационаров. Им мало помещают, вот они и обсуждают. Я не согласна с этой точкой зрения, поскольку... Нет, чтобы изменило, давайте вот скажите, что было бы дальше, если бы она ответила, не совершила эту ошибку? Вот интересно. Я предлагаю пойти дальше, я же говорю, это отдельная тема про живых, это отдельный разговор. Мы сейчас пытаемся решить проблему, во-первых, описать ее. Я задаю уточняющие вопросы. Если мы сейчас ударимся в дискуссии, то у нас мы до утра можем разговаривать, и все перессоримся, это однозначно. Это не было никакой ошибкой, вот лично мой комментарий. Потому что никакой разницы нет, как бы она представилась, как бы ее назвали. Я не говорил, что это ошибка, и давайте свое мнение оставим при себе. У меня еще есть вопросы. Давайте я закончу вопросы задавать, а потом будем высказываться. Ну, чтобы это, ну, смысл, топчемся на месте. Подписывали на ваше мнение о том, что она сделала ошибку. Ясно, я вас услышал. Я не говорю, что она совершила ошибку. Это она сказала. Нет, она спросила, а ты сказал да. Наталья спросила, я сделала ошибку, ты сказал да. Хорошо, я тоже считаю, что это ошибка. Но я же пояснил, это тема для отдельного разговора. Идем дальше. Так, было составлено сколько вообще протоколов? Вот я так выяснил, что по 20.6.1 было составлено два протокола. И плюс уголовное дело. Так? Если в общей сложности, то пять протоколов. Пять протоколов по 20.6.1? И дальше они сказали будут составлять, когда меня увидят без маски. А вы обжаловали хоть один протокол? Я первый протокол подала апелляцию, он до сих пор еще гуляет в области. А на остальные уже не подавали? Ну вот только они вот 26 вынесли, еще определения у меня на руках нету, поэтому получу, надо будет опротестовать. Хорошо. А задержание ваше вы обжаловали? Вот вообще задержание, подчинение побоев, вот изначально все, что спровоцировало эту ситуацию, ничего не обжаловали. Вот поэтому это и дошло до такой степени, до такой стадии, что вы являетесь виноватой. Надо было обжимать масочного режима в своевременно обжаловать сразу. Мне никто не подсказал, защитник не подсказал, а я в этом не сильна. Я говорю, что я просто заболела, я лежала две недели. Ну понятно. Ну вот это была ошибка, которая привела, она показывает, что вы не защитились своевременно. И вот это привело к нынешней ситуации. Пять протоколов, уголовное дело, и вас заставляют признать вину. Они сами не знают, не понимают, что вы не виноваты. Они считают, что вы виноваты. А вы им не объяснили нигде свою жизнь. И будете виноваты. Виноваты и будете виноваты. В итоге будете виноваты, да, если еще психушку не прекратить. Нет, нет, Ирина, я имею в виду другое. Они же собираются составлять опять протоколы следующие за этот масочный режим. Ну да, это провоцирует ситуацию. Да. А в уголовном деле вы где-то что-то, свою позицию изъясняли по поводу масок, что это не правонарушение с вашей стороны? В письменном виде есть что-нибудь такое? Не поняла. В уголовном деле вы где-то писали свою позицию о том, что вы не нарушаете закон, когда отказываетесь носить маску. И что это полицейский был, превышал полномочий. Я взяла 51 статью. Вот это была первая, самая большая ошибка ваша. Самая большая ошибка, которая привела ко всему последующему. Ирина, давайте мы Антона послушаем, Булгакова. Три вопроса осталось. Дайте, пожалуйста, две минуточки. Так, по протоколам ясно. Вопрос у меня возник. Ты говоришь, пошла в полицию, и там тебя схватили. Это что-то из последнего. То есть, ты пошла в какую-то жалобу, и там тебя, типа, ты говоришь, поймали и все такое. Зачем ты вживую пошла подавать жалобу? Это все можно удаленно, электронно по почте отправить. Ясно. Слушаем дальше. Так, и самый главный вопрос. Ты, вот получается, пять протоколов плюс уголовное дело. Всего девять материалов, ой, это, шесть материалов дел. Ты хоть одно дело от корки до корки сфотографировала? Ходила ознакомиться с материалами дела? У тебя, по идее, должно быть шесть заявлений на ознакомление с материалами дела, и шесть, скажем так, папок на компьютере с фотографиями каждого дела, от корки до корки. Это как минимум шесть. То есть, ты могла через полгода что-то добавилось, еще ознакомиться с этими материалами дела. То есть, у тебя, по идее, ну, я не знаю, но такая стопка точно должна быть в электронном виде всех этих документов. С материалами дела ознакомилась? С одним только делом. С каким? Ну, вот, которого 3 августа. Нет, это что, это административка или уголовка? Административка. Самая первая? Нет. 3 сентября, наверное, Наталья. Третья это административка. Нет, но уголовное дело у меня сфотографировано, есть. А не полностью, 75 страниц, которые тебе следователь, да, предоставил? Ну, то, что он предоставил, да, нет. Я не спрашиваю, что тебе следователь предоставил, я спрашиваю про тебя. Ты ходил ознакомиться? Я говорю о тебе. То есть, они тебе могли вообще полстраницы, одну букву прислать, одну букву записать на этот диск и сказать, вот это материалы дела. Это ни о чем вообще. Я тебе говорю, от корочки до корочки сфотографировала? Нет. Значит, нет. Все. Они вычленили из материалов дела только то, что им выгодно. Когда я ходил ознакомиться в Следственный комитет, вот с такой вот стопкой материалов дел, на меня вообще дважды полицию вызывали, что у меня якобы поддельный документ. Это им не выгодно. Потому что там такое написано, что они, по идее, сразу должны со своих должностей послетать все. Поэтому они идут на такие должностные, я считаю, преступления, в кавычках, которые еще не доказаны. Но по сути это очевидно. Они на это идут, чтобы прикрыть свои предыдущие правонарушения. Вот такая ситуация. У меня, в принципе, все вопросы. Так вы подписывались, что вы ознакомились с уголовным делом или нет? Нет. Адвокат подписывал? То есть вы не подписывали? То есть вы вообще не знакомились с материалами уголовного дела? А как оно рассматривается в суде, вообще непонятно. Или они написали, что вы отказались подписаться? Что? Она не знает. Я думаю, не знает. Или они написали, что вы отказались подписаться? Я не знаю. Если Наталья не знакомилась... Сейчас идите, берите в уголовное дело, и все переснимайте. Смотрите все ваши подписи. Может, там за вас кто-то расписался. И требуйте, чтобы было немедленно приостановлено или там возвращено все прокурору. Я требовала, чтобы возвратили прокурору на доследование. Я требовала. Ходотайство отклонила. Какие основания? Вот у вас сейчас новое основание, что вы ни с чем не знакомились. Я им говорила, что я ни с чем не знакомилась. Так вы пишите об этом. И сфотографируйте дело. Вы там еще найдете кучу всяких огрехов, на основании которых можно требовать все вернуть. Все нарушения надо выявить из-за материалов уголовного дела. Может, нам нафальсифицировано половину? Ваши показания могли быть искажены. Какие-то вложенные документы, которых вы вообще не видели. У вас состязательность процесса нарушается. Вы в нем практически не участвуете. Потому что вы документов не видели. А суд ничего исследовать не будет в судебном заседании. То есть вы после суда даже не узнаете, что там было в этом уголовном деле. Как вообще у вас идет производство, непонятно. Даже если вас отпускают в суд, у вас должны быть копии материалов уголовного дела. Вы можете сидеть дома и на каждый документ писать свои ходатайства, требования признать его недопустимым доказательством. И все это отправлять в суд в электронном виде или через адвоката. От адвоката требовать обжаловать постановление о закрытом заседании. Самой написать свою жалобу, чтобы не согласны, чтобы проводилось все в закрытом, коррупционном режиме. У них и почему-то аудиозапись не ведется. Видеозапись. Написать, чтобы привлекли Государственную Думу. Почему это они такие законы вносят, чтобы фальсифицировать все протоколы судебных заседаний. Почему закрытое заседание препятствует ведению аудиозаписи? Адвокату надо написать, я требую ведения аудиозаписи. Вы понимаете, вот вы не участвуете в судебном процессе из-за того, что вы отказываетесь одевать маску. Но это было изначально точкой отправной всех конфликтов. И поэтому сейчас судья, не допуская вас в процесс, она фактически уже предрешила приговор. Вот она уже подлежит давно отводу. С того момента, как она на вас эти протоколы стала требовать составлять. У вас пристрастный суд, это тоже надо писать. Я не допускаюсь в процесс пристрастным судом. И она уже предрешила исход дела. Все, что вы напишите, это ваше средство защиты. Все, что вы сказали, это ушло в никуда. Понимаете, даже с адвокатом надо разговаривать под запись. Вести регистрацию своих разговоров с адвокатом. Потом брать эту запись и приобщать к материалам уголовного дела. В электронном виде берете и направляете. Адвокат мне там сказал то-то, то-то. Я с этим-то не согласна. Наша позиция расходится. Я в судебном заседании не участвую. Адвокат действует вопреки моих интересам. Я прошу заменить адвоката. И вообще, если вы не участвуете в деле, адвокат должен систематически вам докладывать, что было в судебном заседании, каково ваше мнение по поводу всех вот этих рассматриваемых вопросов. А если он с вами не разговаривает и ничего этого вам не рассказывает, то он не отражает вашу позицию. И поэтому у вас защиты нет. В уголовном деле вообще. Так что вам надо срочно начинать действовать и писать по поводу уголовного дела, начиная с того момента, что вы с ним не знакомы, с уголовным делом. И все точно. Можно начать, да, извините, Ирина, может быть, начать с ходатайства, чтобы было заседание отложено с целью ознакомления вашего с материалами дела. И потом нужно ознакомиться и вот смотреть, где что там не соответствует действительности, вот как Ирина сказала, да, то есть к чему там можно придраться, какие нарушения. И писать следующее ходатайство, вот как Ирина сказала. Ну да, разумно рассуждаете, поэтому вы обнаружите там много всяких недостатков и все это письменно тут же обжалуют. Постановление о закрытом заседании вам не вручалось, поэтому вы его перефотографируете или получаете в канцелярии, зафиксируете дату, когда вы его получили, и обжалуйте. Вы не согласны, чтобы заседание проводились в закрытом режиме, нет законных оснований, и все это отправляете в апелляцию. То есть нельзя сидеть и ждать, когда они с вами сделают то, что у них там запланировано обычным способом. И раз вы протестуете против масок, это надо все вписывать, изначально все административные протоколы приложить к этому делу. Причастность судьи к составлению этих протоколов приобщить к отводу, который вы этой судье должны написать. Если она инициатор всех этих административных протоколов, значит, она подлежит отводу в уголовном деле, потому что она уже дала оценку вашим действиям в административной, более того, она сама провоцировала составление этих протоколов. Поэтому у вас масса оснований, чтобы себя защищать. Только все это надо сделать письменно. Вопрос заключается в том, что само требование надеть маску это предрешение обвинения. Поэтому фактически требование судьи надеть маску это нарушение принципа презумпции невиновности. Это стопроцентное основание для отвода судьи и дело рассматривается фактически незаконным составом суда. Это то, что касается вот этой ситуации. А что касается рассматриваемого дела, то здесь еще надо много что сказать. Рафаэль, а вот подскажите, пожалуйста, я к вам тоже с этим вопросом обращалась. Сейчас в связи с этим коронавирусом, тем более Наталья не хочет надевать маску, она может составить ходатайство, чтобы была обеспечена не видеоконференц-связь, подчеркиваю, потому что по закону Российской Федерации видеоконференц-связь устанавливается между судами, а именно видеосвязь, чтобы Наталья находилась вот так, как мы сейчас перед экраном своего компьютера и по скайпу, например, общалась с судом или ее, допустим, представитель. Как это сделать? Вот если она против маски, а в общем-то должна знать, что происходит в судебном заседании, как организовать это правильно? Ну, правильно. Это нужно самим находиться в суде, на самом деле. На самом деле самим надо находиться в суде. Вот я, простите, пожалуйста, вот я сейчас видела последнее видео, мне Ирина отправила, где вы по видеосвязи через WhatsApp или через Skype защищали девушку в городе Хабаровске, то есть по телефону. Может, Наталья так? В Новосибирске. Там и в полиции. Вот как это сделать? Чтобы через вот так телефон она тоже могла общаться с судом без маски? Ну, кто-то должен находиться непосредственно в судебном заседании. Но она может дать доверенность кому-то, наверное. Ну, может. Да, тот, кто согласится быть в маске и через вот видеосвязь обеспечит ей возможность самой там присутствовать, без масок. Просто зачем это все усугублять? Ну, а как быть? Вот видите, она говорит, что она была на заседании, все в маске, и прокурор, и судья. То, что они и без масок-то говорят, ничего не разобрать. А уж в маске и подавно. Хотя бы я иногда тоже, когда бывала в судах, вот только по артикуляции могла что-то еще понять. А когда в маске вообще не понять, они специально так говорят. Вот я вам объясняю, что речь идет о 318-й статье. Это публичные правоотношения. Вот эти публичные правоотношения необходимо фиксировать посредственно в видеозаписи. Вот прийти туда и устроить им веселую жизнь. И все записывать на видео. И мало ее не покажется вообще. У них нет права проводить закрытое судебное заседание. И тем более, когда речь идет о взаимоотношениях с органами власти. То, что представляет повышенный общественный интерес. Тем более. И нужно добиваться этого. Нужно добиться этого. Понятно, что это надо приходить. Какие будут ответные действия, если действуют по беспределу, ничего не разрешают? Значит, от того, что они действуют по беспределу, это еще не говорит о том, что с ними нельзя разделаться. Вот два дня назад были суды в Новосибирске. Ну, суды, да, они действовали по беспределу. И дальше что? Они пожалеют об этом еще. И не один раз. Хотелось бы. Поэтому их можно в соответствии с законом поставить на место и объяснить, что законом они будут подчиняться. Перед законом они никто и звать их никак. Что касается самой фабулы дела. Значит, здесь необходимо, во-первых, решить законодательный вопрос о этом масочном режиме и возбуждении уголовного дела за вот всю эту пандемию, опираясь на мнение ученых. Есть медики, ученые, они ясно и четко объяснили все, практически все медики объяснили, что это все искусственно созданная проблема. Проблема создана конкретными людьми. С преступной целью она создана, эта проблема. Личного обогащения. Но необходимо ясно и четко понимать, что проблема личного обогащения привела к тому, что те, кто заказал это шоу, они фактически могут покупать президентов стран. Многие решения принимаются не на уровне какого-то коллегиального принятия решений, а на уровне конкретных лиц, которых можно купить. И все. Вот этого не должно быть. Мы понимаем. Такого истинства. И здесь, поскольку уголовное дело возбуждено, это же причины и условия, послужившие этому конфликту. Поэтому причины и условия должны рассматриваться в рамках этого уголовного дела. Необходимо возбуждать уголовное дело, проводить следствие по вот этому масочному режиму, потому что мы же должны определить, были ли требования сотрудника полиции законными. Они же изначально были незаконными. И поскольку они изначально были незаконными, поэтому Наталья и не должна была подчиняться этим незаконным требованиям. И не все из этого вытекающее. А дальше осуществлялось применение насилия. То есть в отношении этого сотрудника полиции нужно возбуждать уголовное дело по пункту А, части 3, статьи 286 Уголовного кодекса. Вот за то, что он применил к ненасилию. Это превышение должностных полномочий? Конечно. Это превышение должностных полномочий с применением насилия. Законных оснований у него для применения силы не было. Законных оснований. Все. Вот как только он ее обхватил за грудь, начал сдавливать в грудную клетку, с этого момента она имела право на состояние крайней необходимости. Использование своего законного права в состоянии крайней необходимости. Это четко и ясно прописано в статье 39 Уголовного кодекса. Если мы возвращаемся к административным правонарушениям, то вы уже назвали эту норму. И про 51 статью, Рафаэль, выскажитесь. Вы по 50... А ответ всего этого, это вот взятие 51 статьи. Потому что в уголовном деле нет мнения самой Натальи с объяснением ее позиции. И поэтому она заведомо виновата. Есть позиция только стороны обвинения. Да, совершенно верно. По поводу 51 статьи у меня есть отдельный ролик. Можете посмотреть. Нет необходимости все это повторять. А дальше? Дальше нужно решать вопрос с откровенно преступной деятельностью адвокатов. Традиционно мне приходится повторять то, что они навязываются в нарушении части 2 статьи 16 УПК, то есть посредством произвола они навязываются. Дальше они уже не исполняют своих обязанностей вообще никак. При ознакомлении с делом у меня... Обязанность адвокатов – это давать оценку тем доказательствам, которые имеются в деле. Не просто перефотографировать. Отдавать юридическую оценку каждому доказательству, как это должно быть. И вот то, что имеется обвинительное заключение, это прямая заслуга адвоката. Это адвокат сделал все возможное для того, чтобы вас отправить на скамью подсудимых. Потому что можно было развалить это дело на стадии ознакомления с материалами дела. Просто Наталья молчала и адвокат молчал. И все, вот вся позиция стороны защиты. Рафаэль, Ирина, да, вы все правы, Антон, вот вы все правы, но вы профи, профи в своем деле, в том или ином, чем вы занимаетесь. То есть вы понимаете это, проходили когда-то через это, учились мы своевременно или нет. То есть мы приобрели опыт уже. В данном случае, вот Наталья, я хочу заострить вопрос на другом сейчас. Вот она вообще не понимает, что ей делать в этой ситуации. И у меня вот большая просьба вот здесь вот присутствующим, кто возьмется помочь Наталье? Вот так, чтобы прямым текстом говорить. То есть она вообще не знает, что ей делать. То есть ей, грубо говоря, нужен поводырь сейчас, вот который взял бы ее за руку. и довел все до финального завершения. Нет, хотя бы план, скорректировать ее действия. Понимаете, она, подожди, подожди, Светлана Викторовна, она не понимает, что надо делать. Она даже не понимает смысла некоторых слов. Понимаете? Нет, она, по-моему, в общем-то понимает. Вот, она, ну то есть ей надо научиться, а времени нету. Вот нету в данном случае, у нее нету времени вообще. То есть это большево. Мы уже начали обсуждать программу. Пять административных дел и одно уголовное. Это слишком много на одного человека. Давайте какой-то масочный. Предмет-то один, масочный режим. Поэтому все собрать, одни и те же доводы во всех пяти делах. Все это приобщить еще к уголовному делу, в придачу. Ребята, давайте знаете как. Ребята, вот Рафаэль, кстати, правильно. Вот он начал. Первое, второе, третье. То есть первое. То, что полицейский не мог действовать так. Не мог так действовать. Почему не действовать? Заявление о преступлении полицейского надо подать. Превышение должностных полномочий. Незаконное задержание без протоколов. Незаконное доставление. наехать на полицейских изначально. Чтобы они из потерпевших перешли в совершенно другой статус. Я подавала. Мне отказали. Возбуждение уголовного дела. А чем обосновали? Что не было никаких признаков, да? Признаков повышения своих должностных. После этого я подала в суд на Сычева и прокурора. Суд мне тоже отказал. Масочный режим там обсуждался в этих ваших делах? Нет. Нет. Так это самое основное. Так это самое основное. Рафаэль, ты можешь Наталью взять? Вот допустим дистанционно в суде чтобы ты, допустим ну как вот выступал за место нее или вместе там. Конечно. А Наталья сможет в суд пойти? Если ее туда не пускают? Значит, я вам просто объясняю. Что касается вот привлечения к административной ответственности. Вот я напишу иск миллионам. Он, этот иск решает практически все вопросы связанные с привлечением к административной ответственности. Правда, там за выражение мнения, свободу выражения мнения и свободы собраний. Вот с этим иском вам вообще всем надо познакомиться. Если вы хотите эффективно защищаться. Значит, я вам объясняю, что вчера я был в суде в Новосибирске в двух судах. Завтра я иду в полицию в Хабаровске и поэтому у меня работы просто выше крыши. Я никак не могу дописать свой супер иск по клеткам и помощи защитникам. И тем более мне нужно написать иск подать ко взяточникам из ИСПЧ. Мы поняли. Но просто кто может это вот давайте надо просто чтобы Наталья она сама кстати достаточно грамотная и поступала правильно в общем-то из ее рассказа. У меня была даже мысль что вот эту запись если будет попытка направить ее на экспертизу психиатрическую в обязательном порядке эту запись приобщить к материалам дела. Потому что Наталья все грамотно и здраво рассуждает и рассказывает. Поэтому никто никакого психиатрического диагноза ей поставить не может. то есть Ирина фактически нет оснований для назначения экспертизы. Вот эта видеозапись это доказательство того что нет оснований для назначения экспертизы. Но я поняла Наталья я хочу сразу сказать что если дойдет дело до каких-то освидетельств не экспертиз сразу писать даже и в суд что при любых экспертизах недобровольных должно производиться фиксация общения с психиатрами требуя видеозапись присутствия защитников там даже можно представителей любых назвать в том числе всех нас во время освидетельствования при необеспечении таких условий беседовать с психиатрами отказываюсь потому что иначе будет все сфальсифицировано любой диагноз поэтому вы это имейте ввиду никогда с психиатрами не разговаривайте без фиксации но письменно об этом пишите иначе вам какой бы диагноз нарисуют что вы отказываетесь с ними разговаривать и суду об этом то есть если они будут знать что у них нет условий для сфальсификации вам диагноза то они могут и не пойти вообще на назначение этой экспертизы сфальсификации не понимаете что вы что вы вы